Ого! Доброе утро! С наступающим, Лодыре! Что это такое происходит, а? Вы знаете, меня совершенно не удивляет, что вас уже давно пора разогнать. Где это должно стоять? Что это за сочетание цветов? Пришел Новый год, пришел Новый год, вещи, вещи собираем, скоро все случится, все... Вот, боже, боже, что это за... Что это? Доброго ранку! А вы кто? С наступающим, дорогие мои хорошие! Я новая ведущая этого прекрасного шоу. Собирайте вещички, стакани свои и, как говорится, до свидания! Так, стоп! 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 Я спочатку... Мене можно сбить что завгодно, но только не цей голос. Это заметно. Цей голос я впізнаю будь-де, будь-коли и за будь-яких обстоятельств. Я же водой, я же постоянно радио слушаю в машине, понимаете? Меня тут не проведешь. Что это радио-пятница, или что у нас происходит? Виктория, заброшу! У нас всегда праздник! Отныне и каждый день радуйтесь! Я буду делиться поводами с вами прямо в эфирах радио-пятницы! Радио-вотово! С наступающим! Мика, привет! Раскрыли меня! Привет! Мама, Богу, на ревизор! Привет! С наступающим! Ой, красотка ты зеленая! Ой, ты девочка! Слушай, что ты его... Ну, угощайте! Угощайте! Давай, давай, давай! Давай, давай! Давай, давай, давай! Да, правда! На начало! Ой, как у вас! Все, эта история с ревизором закинчена! Да работайте! Работайте! Вот мне работы хватает, слава Богу! Все хорошо! Кто, режиссер, подпишись? Все будем дружить, все будем работать! Не важно! Не важно! Кто сдал нас? Извините, тут все проплачено? Нет, ничего не скажу! Так, Добрый, Виктор, рассказываю! Как у тебя перед новоречным настроем! Забыли про погоду! Нет! Ты по моим глазам уже увидел! Ты уже такая! Я вижу, что ты была на Софиевской площади! Это видно по моему лицу, наверное! Вы помните, как в детстве, да, у нас в 47-ом дверь открыл с подъезда, пять метров снега, и я вот так, ну, 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 не знаю! Знаете, может быть, если бы... Я помню, я знаю, мы с тобой тоди... Ты помнишь, да? О, Женя, да, приехал нас откапывать! Потому что мы не могли выше нашего роста! И все со 47-ом! Ну, пере... Ну, 47-48, вот, плюс у него! Там перехитный период был 35! Просто Женя, у меня трошки старше, да? Там было столько снега, что мы не разумели, який зараз рік, взагалі, отбывается на вогозе! Мы пока откапались, был уже 50-й, в принципе! Поэтому... Ну, про погоду вы меня поняли! Есть много других способов, чтобы сделать себе якийсь новоречный настрич! Конечно! 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 Что ты делаешь в этом случае? Что я делаю? Да я просто... Ой, знаете, я, во-первых, своим слушателям 2 декабря еще разрешила начинать друг друга поздравлять! Ого! Считаю, что весь декабрь – это праздничный месяц! И, знаете, вот это всегда ждешь, 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 что 31-е, а потом, оп, проснулся уже 1-е, и как бы и не было праздника! Хочется это дело подольше! И почему бы этого не сделать, если это декабрь? Это весь, в принципе, весь декабрь! Да, Андрея, Николая, Митрофана, Катерины и так далее! Поэтому со 2-го декабря мои любимые радиослушатели друг друга поздравляют! Я им это делать разрешаю! И всегда говорю с наступающим! И уже вот считаем мы дни, у нас есть отчет! Поэтому, конечно же, праздничное настроение! Я уже предлагала пенопласт хотя бы, крошить вот эту крошку пенопластовую, хотя бы куда эффект снега! Скажу честно, вы меня очень порадовали вот картинкой, где вот все-таки елка, снег, люди падают, разбили колено, лежат в снегу! Меня это все очень радует! Потому что, ну, сами понимаете, мне кажется, если бы, например, я родилась где-то в Африке, да, где они, ну, привыкли они, что вот у них нет! У них вот эта вот пальма, на ней звездочки, да, и она в купальнике празднует, и ей нормально! Но мне вот, ну, мне вот точно не нормально, правда! Песни, песни новогодние! Ты не из тех людей, которые вот на взимку, на какие-то там каникулы в теплые краи! Там, где солнце, там, где песок, пляж! Я летала буквально вот, новогодние ночи работаю чаще всего, то есть есть какие-то корпоративы, и после них вот гуляет душа, да! Я попробовала Египет, словно известный, ну, просто не было праздника! Ну, праздник ушел в никуда! Ну, поели, поспали, прошли! Что там, солнце, да, как это? Вообще, я тем более рыжий, оно все, я выхожу только ночью, оно все, ой, товарищи! Честное слово, сам, сам вот этот вот синус, да, вот этого всего, снег, да, я там зашла к вам, усадили, дрябнули, гела-гела, то, что друг другу сказали, пошли к соседям, да, зацепились, упали, обтряхнули, снежок, нигде, ничуть, что страшно ходить по этой Софииской после Глинтвейна, потому что непонятно, какие последствия! Пошли к куму, свату, да, я обожаю эти все, ой, что говорить, короче, я обожаю холод, прохладу, соответственно, снег и все, что с ним связано. И вот в этом году я просто уже, я везде в Фейсбуках, я просто гавкаюсь со всеми, говорю, вы? Говорю, я ваше лето пережила, два раза тянула сознание. Ну почему так несправедливо? Я еле дождалась своей зимы, и все ж таки, ой, слава Богу, пусть так оно и будет. Не надо, еле давайте круглосуточно так. Женя, добре, а ты скажи... Мне знают, я с тобой зараз так эпидем. Это уже у меня больная тема. Ты скажи, а ты листа Деду Морозу писала цього року, чи не? На самом деле, Дедушке Морозу не писала. Оооо! Ну вот так, вот не писала, но я доверюсь. А звідки-то Дед Мороз має зрозуміти, что в веке треба снегу насыпать? Единственное, пенопласт. Вот если скажу, пенопласт нести принесет, будем его раскрашивать. А так, ну вы знаете, я не знаю, мне кажется, у меня еще возникла такая идея, кстати, я сегодня, сегодня вот ехала на программу к вам с таксистом, жаловалась, открыла окно, вылезла вот так, но мне жарко, сняла пухови, умираю. И говорю, а он говорит, вы не волнуйтесь, видят, у меня сейчас инсульт начнется. Говорит, Виктория, не надо. Говорит, просто все перенеслось. Вот где-то в конце января все будет. Я в связи с этим хочу поднять вопрос. Раз уж у нас так все перенеслось, давайте перенесем Новый год. Пусть Новый год будет, ну, в январе, ну, ты как бы с 30 с какой-то... А если я на рейс снегу не буду, то что в березне нам едет на рожжение. А мы будем дальше, мы люди, мы прогрессируем, значит, тогда с февраля на март. Так, так, нет, у меня есть иная пропозиция. Но есть люди, которые любят тепло Новый год встречать, ну, там, уехать в тот же самый Египет. Поэтому у меня есть иная пропозиция. Давайте встречать Новый год минимум четыре раза на год. И обязательно с корпоративами. Слушайте, я за там. За рахунок фирмы. Здоровье, вот, здоровье. Надо обратиться к кому-то, чтобы как-то печень, почки, нервы, а нервы... Потому что, ну, каждый раз все равно, да, ты отдаешься, ты что-то, какие-то конкурсы, какие-то эти, ты потом весь изниможенный, потом три дня в себя приходишь, корвалол, валидол, тут еще снега нет. Поэтому, ну, конечно же, надо для этого здоровье. А вообще я за. А что тебе взагалі ближе? Я знаю, что ты ведуча, телеведуча и радиоведуча. Что тебе ближе, телебачення або радио? Ой, слушайте, на самом деле, Господи! Слава Господу Богу! Ну, это правда, и как бы я об этом говорю везде и всегда. Я, и, собственно говоря, вы, уж извините, но вам очень повезло. Мы очень счастливые люди, потому что в нашей профессии, во-первых, никогда не скучно, во-вторых, блин, ну это огромное счастье быть ведущими, радиоведущими, там я еще дублирую иногда. Одним словом, это разные грани одной и той же профессии, это так кайфово! Это просто, когда я пришла, моя первая работа была, я вела утреннее шоу, прямые эфиры полгода, утро. Утром это был телеканал Сити, холдинг один плюс один, да, возможно. Вот, сейчас это плюс-плюс. Вот до этого это был Сити. Вот в три ночи меня забирали, в семь утра я, здравствуй, Краина, каждый будень. И это было вот что-то такое, это было кайф. Потом, когда вот скоро будет Господь, я доживу, если с этим вот этим... Если снег пойдет, точно дотяну, будет пять лет, как я на радио «Пятница», и это совсем другой кайф. Я вам искренне рекомендую, но если у вас есть, конечно, такое желание, заставляйте, никого не буду. Если есть желание попробовать, попробуйте. Вы, как люди творческие, вы тоже кайфанете, потому что, ну, тебя же не видят. И тебе нужно голосом передать... Тут же ж я могу видеть, руками размахиваю, оп, там, оп, да, там, что не понравилось, там, оп, делаю какие-то... А там ты просто голосом передаешь все то, это очень кайфово, это мега круто. Также я актриса, у меня есть художественный фильм, где я сыграла главную роль, который был в кинотеатрах Украины. Да, это было четыре года назад, одна из главных нас там четверо героев была. Суть в том, я не об этом, это не о том, сейчас я не кичусь этим. Я о том, что это третья штука, которая совсем не похожа ни на видение, ни на радио, ни на какие-то вещи. И вот, пользуясь случаем, дорогие хорошие телерадио, все, кто меня слышит, есть еще голубая мечта, одна из. Я бы хотела театр. Это, я чувствую, что это совсем другое. У вас нет опыта театрального? Нет, у меня нет. Вы отписать театральное? Ну, это очень тяжело, я не профессионально актриса театрально, так, но... Да, нормально, на самом деле, театральный доспект, он такая штука, набывается, потом набывается, нормально. Ражение у нас профессионально. Да вы что? Где вы играете, Евгений? Куда бежать? Сейчас я ничего не играю, потому что у меня есть... День и ночи, но снег ждем. Насправді, про театр, дейсно, театр – это что-то неимоверное, стоит попробовать, если хочется. Да, хочется, пока не берусь. И я думаю, что все выйдет. Листа еще нужно встанно написать. Деду Морозов говорит, что в театр на сцену хочет и отправить его. Я думаю, что на самом деле, не буду кривить душой, был один человек, который сказал, да, я возьму тебя, да, человек, там, ну, вы понимаете, нюансы все-таки театра. Это невозможно будет совмещать с тем, чем я живу, то есть с радио, это круглосуточный, не мне вам рассказывать репетиции, это совершенно другая материальная отдача, давайте будем честны. Ну так, поначалу, а я как-то на пенополаст тоже надо зарабатывать, в гости надо на чем-то приезжать, поэтому, ну вот пока вот так. Я тогда, деда, я хотів запропонувати всім разом в треом піти в балет, но теперь думаю, что твоя не дуже пропозиция… Ой-не, ой-не, уже, знаете, не те годы, точно уже не балет. Потому что с утра то аппендицит, то ридикулит. Я уже иногда думаю, господи, скільки мне лет. Виктория Забрячу, продолжу жалитись, у нас про эти проблемы, но мы не про то сегодня, десно. Нет-нет-нет, я про то, что в балет не берите, я как бы… Я как бы… Балет для перемога, они, зазвичай, приходят до нас, и я хочу зараз нагадать, как у нас тут были таки талановитые юнки и девчата из балета Кияночка, хореографический колледж. Кияночка, давайте посмотрим, как они нам тут танцовали у Сунчика. Давайте.